Вот как-то в очередной раз, после некоторой порции шампанского, Кутузов докладывает Суворову, что надо отступать. На что Александр Васильевич в свойственном ему стиле заявляет. Как? А я донес уже в Петербург о покорении Измаила. Кутузов разворачивается и идет на повторный приступ. И в числе первых врывается в крепость. Вот такая вот громадина попадает к Кутузову в левый висок, пробивает его. И где-то за носом проходит сквозь весь череп на вылет и выходит в районе правого глаза. Кутузов с той поры действительно стал человеком более сдержанным. Дорогие друзья, добрый вечер. Хотел сказать добрый день, добрый вечер, потому что мы записываем сегодня эту лекцию в пятницу вечером после работы. А сегодня мы будем говорить с вами о очень интересном человеке. Я люблю таких героев. Он вот такой, но совсем другой на самом деле. Он не такой, как кажется. Он очень необычный, очень разносторонний, очень противоречивый. Все его знают, но все его представляют себе по-разному. Понимаете, для одних он выдающийся полководческий гений. И он же циничный царедворец под Халим. Он храбрый боевой офицер. Много раз раненый тяжело в бою. И он же такой сонный, вялый, главнокомандующий, как некоторым казалось. Он очень заботливый семьянин, у него большая семья, шестеро детей, трогательно и нежно. Любит свою супругу, с которой прожил всю жизнь до глубокой старости. И он же в глазах других сластолюбец, старый сатир и вообще большой любитель юных дев. Как вы понимаете, говорим мы о нашем замечательнейшем соотечественнике Михаиле Илларионовиче Кутузове, победителе Наполеона. На самом деле он не просто Кутузов, его полная фамилия по документам Гленищев Кутузов, двойная. А потом она стала даже тройной. Он стал Гленищевым Кутузовым Смоленским, когда ему был присвоен титул светлейшего князя Смоленского. Соответственно, часть этого титула становилась на всю жизнь частью фамилии. Это один из немногих царских полководцев, которых не постигло забвение в советские годы. Более того, окончание Великой Отечественной войны 1945 год совпал с круглым 200 лет со дня рождения юбилеем полководца. И вот 8 сентября 1945 года Совет народных комиссаров принял специальное постановление о праздновании юбилея Михаила Кутузова. Много было разных мероприятий, и даже Иосиф Виссарионович высказался по этому поводу, когда в журнале ЦК партии «Большевик» был опубликован ответ генералиссимуса на письмо полковника Разина. Я хочу покопаться, не тот ли этот самый Разин, который писал пособия по военной истории, я читал их когда-то давно, очень интересные для слушателей Академии Фрунзе. Не успел до лекции это узнать, можете вы посмотреть. В ответ на письмо военного преподавателя полковника Разина генералиссимус написал дословно «Наш гениальный полководец Кутузов загубил Наполеона и его армию при помощи хорошо подготовленного контрнаступления. Энгельс говорил как-то, что из русских полководцев 1812 года Барклай де Толли является единственным заслуживающим внимания». Энгельс, конечно, ошибался, ибо Кутузов, как полководец, был бесспорно двумя головами выше Барклая де Толли. Вот так рассудил генералиссимус Сталин. Вообще, советская военная энциклопедия, в ней статье о Кутузове уделено в 6,5 раз больше места, чем статье о Барклай де Толли. Ну, на самом деле, это ни о чем не говорит, потому что статья о другом выдающемся полководце Леониде Ильиче Брежневе в энциклопедии было уделено еще больше места, и намного больше, на самом деле, чем Александру Македонскому, Цезарю, Наполеону, Суворову, возможно, даже всем вместе взятым. Откуда он взялся? Кутузовы – это одна из древнейших дворянских фамилий. Она уходит корнями еще в середину XIII века. Основателем ее считается некий Гавриил, который прибыл на Русь из Пруссии, как и Романовый. Ну, тогда еще Пруссия была населена пруссами, пруссы – это совсем не немцы. И вот легенда связывает основателя рода Кутузовых с героем реальным, летописным, героем Невской битвы 1240 года Гавриилом Алексичем. Ну, я, честно говоря, думаю, что все-таки между Гавриилом Кутузовым и Гавриилом Алексичем дистанция огромного размера, все это придумано. Но звучит красиво. Отец будущего фельдмаршала – Илларион Голенищев-Кутузов. Вторая часть фамилии Голенищев появилась от одного из предков Кутузова, которого прозвали Голенищем. Видимо, он в сапогах специальных ходил, сапоги были разные. Вот в таких вот сапогах вполне мог скакать и Кутузов. Это кавалерийские сапоги, точнее говоря, кавалерийские ботфорты. Кавалерийские сапоги, очень удобные, периоды войны 1812 года, со специальными престижными шпорами. Ну, что кавалеристы были в таких ботфортах. Почему они такие высокие? Они закрывали колено. Были очень популярны в армии. Вот Петр Первый был большим любителем ботфортов. Благодаря тому, что это высокие сапоги, не стиралось колено, не терлось оседло. В общем, скакать было удобно, а переходы конные были долгими, долгими, как вы понимаете, сутками в седле. Ну, так вот, я отвлекся. Это я по поводу Голенища вспомнил. Отец Кутузова был, в общем, довольно видным и известным человеком. Он был на виду при дворе и Елизаветы, и Екатерины Великой. И считался одним из самых образованных дворян Петербурга. Герой русско-турецкой войны 1768-1774 годов. Отличился во многих битвах под командованием Румянцева. Ну, после отставки служил сенатором. Тогда тоже очень часто заслуженные военные, заслуженные государственные мужи, ходя в отставку, оставались сенаторами Российской империи. В общем, у нас мало чего в этом отношении меняется, потому что сенатор – это такая уважаемая должность для опытного, заслуженного руководителя. О матери Кутузова Анне Иларионовне почти ничего не известно. Она умерла очень молодой, ей не было и 20 лет. Больше отец никогда не женился. Воспитывал своего сына сам. Кутузов получил хорошее домашнее воспитание. Согласно семейной легенде, он очень рано научился ходить и говорить. Ему еще не было и года. Честно скажу, я знаю много детей, которые научились до года ходить. И сам, как многодетный отец, могу это подтвердить. А вот что касается говорить до года, это действительно что-то очень редкое. Ну, такая была легенда. Вообще, мальчиком был Миша Кутузов очень смышленым. Все схватывал на лету. В детстве изучил множество иностранных языков. Кутузов, помимо отличного русского языка, владел еще французским, немецким. Говорил по-турецки, по-английски и по-шведски. Но единственное было у него недостаток. Вот с молодых лет как-то не очень любил активные подвижные мальчишеские игры. А когда выпадало свободное время, любил поспать. Подросткам Кутузов поступает юноше в так называемую артиллерийско-инженерную дворянскую школу. Причем на артиллерийское отделение. То есть, он профессиональный офицер-артиллерист. Такой же, как и Наполеон. Это очень известное учебное заведение. Там лучшие преподаватели. Физику преподавал Михаил Ломоносов. Учился Кутузов отлично. Настолько отлично, что он был сразу же с первого курса назначен. Называлась эта должность по-другому. По-нашему это староста курса. Но это не общественная должность была. Это оплачиваемая работа. То есть, Кутузов получал повышенную стипендию, отдельную. За то, что он староста, следит за дисциплиной. И помогает подтягивать по учебе однокурсников. Ему было всего лишь 14 лет. Но он уже вел уроки для младших курсантов. Преподавал им математику, геометрию. Геометрия это очень важно для артиллерийства. По окончании артиллерийской школы. Обычная военная карьера. Немного в штабе. Потом на фронт. 25 лет вместе с отцом. Он оказывается в подчинении Румянцева. Вот на той самой русско-турецкой войне. Как пишет Румянцев. Весьма благосклонно. Поначалу о молодом Кутузове. Напрашивался на все опасные случаи. То есть, это храбрый, молодой, 25-летний офицер. Вообще, впоследствии, Кутузова всегда описывали как человека. Умеющего общаться с начальством. Осторожного в высказываниях. Но это не всегда было так. По молодости. Как раз те самые 25. Кутузов был не такой. И вот, как описывал современник. С веселым нравом он соединял искусство подражать любому человеку. В походке, выговоре, ухватках. И это очень нравилось его товарищам. Ну, короче, Кутузов был прирожденный артист, пародист. Как бы сейчас сказали. И вот как-то в очередной раз, после некоторой порции шампанского, большой кампании офицеров, Кутузов очень остроумно спародировал своего главнокомандующего Румянцева. Румянцеву донесли. Это ему не понравилось. И он отсылает Кутузова на второстепенный театр военных действий, который тогда находился в Крыму. Румянцев осерчал, а Кутузов с той поры действительно стал человеком более сдержанным. То есть, судя по всему, любой урок Михаил Кутузов запоминал с первого раза. Ну, Крым хоть и второстепенный театр военных действий, но это война. И в одном из боев молодой офицер Кутузов получает тяжелейшее ранение. Когда на сил императрицы об этом уникальном случае командующий русской армией в Крыму Долгоруков, сей штаб-офицер получил рану пули, которая ударила его между глаз и виска, и вышел напролет в том же месте, но на другой стороне лица. Пуля, а тогдашняя пуля, это вот такой вот калибр. Это, пожалуй, все полтора сантиметра в диаметре пуля круглая. Вот такая вот громадина попадает к Кутузову в левый висок, пробивает его, и где-то за носом проходит сквозь весь череп на вылет и выходит в районе правого глаза. Невероятно, но факт Кутузов остался жив. Ранение было тяжелейшим, он не потерял глаз. Пуля вышла рядом с глазницей, лечился около года. Никто не верил, но он выздоровел и вернулся в действующую армию. Дальше бои, походы, повышение в чинах, больше ответственности. Проходит больше десяти лет, начинается следующее. Очередная русско-турецкая война, на этот раз Потемкинская. Осада Очакова, 1788 год. И при вылазке турок Кутузов снова тяжело ранен в голову. И почти по такой же траектории. Опять пуля попадает ему в левую часть лица, чуть пониже виска. И пробив голову насквозь, выходит справа, опять же, несколько ниже, чем в первый раз. Выписка из донесения о ранении Кутузова. Пуля прошла на вылет из виска в висок позади обоих глаз. Все опасны сквозной порыв нежнейших частей и самых важных по положению височных костей глазных мышц, зрительных нервов, мимо которых на волосок чаятельно расстоянием прошла пуля, а также мимо самого мозга. Причем в результате правый глаз остался и лишь его несколько искосило. Главный хирург русской армии, который лечил Кутузова, кстати, француз по национальности, был потрясен до глубины души. Он записал, должно быть, судьба назначает Кутузова к чему-то истинно великому, ибо остался он жив после двух ран, абсолютно смертельных, по всем правилам медицинской науки. Невероятно, но факт, после второго ранения Кутузов излечился еще быстрее, чем после первого. И уже через шесть месяцев снова был в строю. Причем не где-то в штабе, не где-то в отдаленном гарнизоне, как инвалид, наверное, самой высокой степени инвалидности. Нет, он опять на передовой. В январе 1989 года с двумя еле заросшими дырками в голове под Измаилом Кутузов командует одной из колонн. Его батальоны преодолевают ров перед крепостным валом, взбираются на вал, но подоспевшие к туркам резервы сбрасывают их обратно в ров. Кутузов докладывает Суворову, что надо отступать, на что Александр Васильевич в свойственном ему стиле заявляет. Как? А я донес уже в Петербург о покорении Измаила, а Кутузова назначил измаильским комендантом. Кутузов разворачивается и идет на повторный приступ, и в числе первых врывается в крепость. В списке представленных наградам за взятие Измаила Суворов против фамилии Кутузова собственноручно дописывает «Генерал Кутузов шел у меня на левом крыле, но был правой моей рукой». После этой войны Кутузов генерал-поручик, кавалер многих орденов и имеет заслуженнейшую репутацию одного из лучших боевых генералов русской армии. Кстати, сказать вопреки расхожему мифу, несмотря на эти тяжелейшие ранения, Кутузов повязку на глазу никогда не носил, глаз у него косил, но на всех прижизненных портретах он изображен без повязки, а образ одноглазого фельдмаршала стал популярен у нас только после выхода знаменитого фильма Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Настоящий Кутузов видел обоими глазами. Неожиданно после войны боевого генерала назначают послом в Турцию. И тут Михаил Ларионович проявляет недюжинные дипломатические таланты. Он написал своей жене «Дипломатическая карьера, сколь неплутовата, но, ей-богу, не так мудрена, как военная». Турецкая столица, а пробыл он послом несколько лет, он совершенно очаровал и Ахмед Пашу, фактического визиря, и султана Селима Третьего. Вообще двор удивлялся, как человек, который воевал с турками много лет, как человек этот, столь ужасный в баталиях, мог быть столь любезен в обществе. Более того, наш посол, чрезвычайно и полномочный Михаил Ларионович, стал чуть ли не единственным послом в истории, который побывал в гареме, в святых, в самом запрещенном месте, в гареме турецкого султана, и остался после этого в живых. Дело было так. Кутузов знал, что есть женщины, которые имеют на султана большое влияние. А Кутузову, ну вот, кровь с носу нужно было заключить с Турцией ряд выгодных для России торговых и дипломатических соглашений. И вот, особым влиянием на султана пользовалась его любимая наложница. При помощи интриг, подкупа, ну и самых разнообразных уловок, рассказывать об этом детально, это будет несколько серий сериала «Великолепный век». В результате разного рода интриг он сумел таки попасть в сад султанского гарема, где встретили его сразу три прекрасных женщины и одна влиятельный другой. Все эти три дамы, к слову сказать, были отлично образованы, умны, ну и быстро поняли, какие выгоды принесет Турция торговый союз с Россией. Все пожелания России, включая самые невероятные, это проход для торговых судов через проливы. Все это было удовлетворено. Не обошлось, правда, естественно, потом без скандала, потому что, еще раз повторюсь, чужеземца, который проник в гарем султана, по сложившейся традиции требовалось немедленно казнить. А тут посол, что делать, непонятно. Ситуация двусмысленная. Ну, положение спас начальник охраны гарема, который, естественно, пропустил дипломата в сад за какую-то колоссальную мзду. Он заверил султана, что можно Кутузова оставить в живых, потому что он на самом деле главный евнух при дворе Екатерины Великой. Соответственно, формально никакого нарушения нет. Ну, посол евнух. Что тут поделать? Султан сделал вид, что поверил. Кстати сказать, помимо торгового соглашения и эксклюзивного прохода для наших судов через проливы, Кутузов добился от урок массы других дипломатических уступок, чем, в общем, честно говоря, помог России, в том числе и материально. Поэтому по возвращению он решил получить не только орден, награду, звание, но и какой-то материальный микропроцент от прибыли, как бы сейчас сказали, для российского бюджета. И обратился напрямую к фавориту Платону Зубову с напоминанием о своих заслугах. Ну, и просьбой как-то отметить это в плане материального поощрения. Ну, Екатерина была дамой нежадной, все понимала, поэтому пожаловала за службу его, как было написано, вечное потомственное владение, двумя тысячами душ. Это большое состояние. А через два года еще добавила к этому секвестированные у польских мятежников владения в западной части Российской империи еще дополнительные с половиной тысячи крепостных. Так что Кутузов был сильно небедным помещиком. Екатерина, конечно, знала прекрасно лично Кутузова и очень ценила его как военачальника, как дипломата. Но тогда было важно иметь хорошее отношение не только с государением, но и с фаворитами. И здесь, конечно, дипломатический талант Кутузова проявился в полной красе. Будучи человеком уже взрослым, ему 50, он к этому возрасту потучнел, обрел такой некой вальяжности, солидности. Ну, совершенно не стесняясь, по утрам пребывал в расположении покоя в Платону Зубову в Зимнем дворце. Ждал его иногда по часу-по два, когда Зубов закончит свой утренний туалет и сможет с Кутузовым общаться. А ожидая Платона и ускоряя время, он совершенно не внушался приготовить ему кофе по специальному секретному турецкому рецепту, который ему рассказал какой-то в Падишах в Константинополе. Лично заваривал ему этот кофе в турке, добавлял туда восточных специй, видимо, там кардамона, корица, уж не знаю чего, и нес это кофе в кофейнике с чашкой вместе с Платоном покофейничать. Вот эта история с персональным Бористой, она почему-то очень возмущала в последующем наше дворянство, и даже Пушкин как-то об этом иронично писал в своих записках о русской истории. Вот я, честно говоря, ничего постыдного в этом не вижу, потому что, в общем, за чашкой горячего кофе и хорошо приготовленного, наверняка Кутузов решал свои нужные ему вопросы гораздо успешнее, чем просто стоя перед всесильным фаворитом на вытяжку, потому что все-таки фаворит есть фаворит. На тот момент, к сожалению, второе лицо в империи. Надо сказать, что Екатерина разглядела в Кутузове не только воина и дипломата, но и педагога. По возвращении из Константинополя она к массе других его должностей на тот момент и обязанности добавила еще и должность директора шлихетского, то есть кадетского корпуса. Корпус это был очень хорошим учебным заведением. Екатерина называла его рассадником великих людей. И вот там три года Кутузов директорствовал. Директорствовал активно. Он вспомнил, наверное, как был преподавателем в молодые годы, вспомнил себя курсантом, кадетом. Полностью переориентировал весь учебный план и весь стиль жизни кадетов. Я читал об этом отдельную брошюру, когда мы готовили выставку, посвященную истории кадетства в Российской империи и потом в Суворовцев, в Советском Союзе. Вот мы эту выставку готовили для нашего музея военной формы, и я почитал интересную брошюру, собственно, как реорганизовал учебу Кутузов. Дело в том, что это был, конечно, элитный, прославленный кадетский корпус, но дисциплина там была весьма разболтана. Много предметов преподавалось, которые, ну, на пользу знать, наверное, мирному гимназисту, но будущему боевому офицеру они пригодятся не в столь большой степени. В то время как военная подготовка, а кадеты на 99% становились потом офицерами, вот военной подготовке уделялось не такое серьезное внимание. Вообще с дисциплиной там было плохо. Кутузов сразу закрутил гайки. Он стал требовать больше учиться владеть оружием, причем разными видами оружия, холодного, огнестрельного, отрабатывать уже боевые тактические приемы. Они проводили учения с кадетами на местности. Они постигали тайны фортификации, опять же, артиллерийского дела, любимого Кутузовского. Более того, он, будучи директором, сам, самолично читал кадетам лекции по военной истории. Это мне тоже очень понравилось. Поначалу это вызвало страшное возмущение. Кто-то даже собирался жаловаться императрице, кто-то уходить из кадетского корпуса. Но как-то, знаете, постепенно смирились, привыкли к этому новому подходу, к более жесткому образованию. И Кутузов тоже вел себя очень необычно. Вы знаете, с одной стороны, какой-то такой злой директор, а с другой стороны, он специально попросил тайно снять мерки со всех бедных кадет. Там учились самые разные. Многие из них офицерские сироты, например. И за свой личный счет шил им мундиры, выплачивал сам стипендии. Причем делалось это как бы от лица спонсоров. То есть, сами кадеты не знали, кто за это все платит. Когда спустя три года был назначен другой директор кадетского корпуса, как говорят на прощание, кадеты просто рыдали. Так получилось, что Кутузов был в числе тех последних вельмож, которые прямо перед ударом, поразившим Екатерину Вторую, ужинал с ней за одним столом. Когда к классе придет Павел Первый, естественно, он удалит от двора, от службы широкий круг екатерининских, потемкинских, румянцевских, ну, тем более, зубовских сторонников, любимцев. Он уволит из армии, к слову сказать, семь фельдмаршалов, включая и Суворова, и Румянцева. 333 генерала. Это очень много. Тогда было генералов намного меньше, чем сейчас. Ну, и тысячи, тысячи, тысячи офицеров. А Кутузов, хоть он и был приближенный ко всем людям, ненавидимым Павлом, тем не менее, в силу своего характера, обходительности, деловых качеств, как-то остался на плаву. При этом, ну, нельзя сказать, что он так уж слишком сильно заискивал перед Павлом. Например, есть известная история, когда Павел в Гатчине устроил военные учения. С одной стороны, воевал Павел, а против Павла, скажем так, за красных был Павел, а за белых был Кутузов. Он ими командовал. Тот Кутузов спровоцировал его тем, что показался где-то там на пригорке с небольшой охраной. И Павел первый решил закончить эту учебную баталию разом, взяв в плен главнокомандующего. Поэтому лично возглавил отряд, который тайными тропами в обход поскакал к этому пригорку, чтобы Кутузова захватить. Ну, выяснилось, что Кутузов одурачил Павла, потому что там же за пригорком стоял еще существенный резерв, поэтому попал Павел вместе со своими силохранителями. Ну, однако, нисколько не расстроился, даже развеселился. И, в общем, хвалил Кутузова за такое хитроумие. Личное расположение императора выражалось во многом. Он, например, крестил двух внуков Кутузова. Двум его дочерям пожаловал звание фрейлин, а жену его определил при дворе в звании стацдамы. Что касается заговора, Кутузов ничего не знал о заговоре против Павла, полове которого, как мы помним, стояли как раз зубовые граф Палин. Я думаю, что просто заговорщики знали репутацию Кутузова и боялись. В последний день жизни Павла, 11 марта 1701 года, Кутузов у Павла за императорским столом и пообедал, и поужинал, причем за полтора часа до его убийства. Ночью спал спокойно, а утром проснулся уже в новую эпоху, где его ждали и новые взлеты, и новые падения. Александр был довольно осторожен, он не сразу избавлялся от павловского окружения, но, тем не менее, не прошло и нескольких месяцев, как Кутузова отставили от должности и не просто отставили, а уволили с воинской службы, как было написано в указе по болезни в отпуск. Два года Кутузов болел. Болел в имении, занимался хозяйством, однако приближалась война с Францией, и в 1804 году, уже совсем-совсем немолодого, 60-летнего Кутузова, Александр вызывает в Петербург, поручая ему командование армией. При этом, сенсация, как говорится, впервые после Петра I царь пожелал лично отбыть на войну за границей вместе с армией, чему, я думаю, Кутузов не сильно обрадовался. Кутузов вел себя в целом профессионально, эффективно отступал, маневрировал, героически повел себя Багратион, прикрывая маневренное отступление Кутузова от многократно превосходящих сил французов. Ну вот, когда зашло солнце у Стерлица, 20 ноября 1805 года, знаменитые битвы трех императоров, потому что, с одной стороны, был Бонапарт, с другой стороны, император русский и император австрийский, император Священной Римской империи, вот здесь случилась беда. Наша армия, не знавшая больших поражений после Нарвы и Прута, была не просто побита, была разгромлена. Царь, по сути, бежал. Перед этим была театрально разыграна Наполеоном, боясь нежелания драться, он приглашал Александра на свидание, он просил о перемирии. Кутузов не верил Наполеону, Кутузов предлагал отступать до соединения с идущими из России подкреплениями. Однако, надо учесть, что вместе русская и австрийская армия имели численное превосходство над французами. И тут, во главе с двумя императорами, вдруг повернуться спиной и опять отступать, Александр думал, что это будет воспринято как бегство. Впоследствии Александр говорил, прикал Кутузова тем, что он был молод и неопытен, «Да, Кутузов убеждал меня, что надо действовать иначе, что не надо принимать сражения, но он должен был быть настойчивее». План сражения под Устерлицем был полностью разработан генеральным штабом австрийской армии. Кутузов его исполнил в деталях и далее катастрофа, трагедия. Причем, для Александра это стало не только поражением армии, но и личным потрясением. я рассказывал вам об этом как раз в той лекции об Александре предыдущей, когда мы говорили об Устерлице. Кутузов опять был ранен. Ранение было не очень тяжелое, но его ранили в лицо, но крови было много, в общем, было страшно. Александр несмотря ни на что Кутузова наградил за командование армии, выдав ему 50 тысяч рублей для оплаты долгов на службе нажитых, как звучало в распоряжении и назначил его после этого военным губернатором Киева. Кстати сказать, под Устерлицем был убит зять Кутузова. Тогда это было в порядке вещей. Зять был в первых рядах, хоть и ближайший родственник главнокомандующего. Когда Кутузову донесли во время битвы о гибели его зятя, он даже не изменился в лице и как будто не обратил на это никакого внимания. На следующий же день его застали в печали, он буквально приближенным он сказал, вчера я не мог измениться в лице, ибо вчера я был начальник, а сегодня я отец. В 1811 году Кутузова назначают главнокомандующим русской армии в Молдавии. Здесь будет потрясающая история, одна из самых любимых моих военных операций. Китроумие Кутузова во время его войны с турками конечно не может не поражать. Командующим турецкими войсками там был некто Ахмед Решит Паша, старый знакомый Кутузова, тот самый, которого Кутузов разбил еще 20 лет назад в Потемкинские войны. Потом он с ним уже будучи послом в Константинополе подружился и прибыв в Молдавию, первое, что сделал наш хитроумный дипломат, он поздравил турецкого друга с назначением в качестве своего супротивника, после чего опять повторно разбил его в пух и прах. Летом 1811 года Кутузов, прибыв к русской армии, занимает крепость Рущук на правом берегу Дуная и начинает готовиться к большой баталии с турками. При этом всячески дает понять, что войск у него мало и разбить его легко. Турки не выдерживают и атакуют. Там действительно большое преимущество в численности армии, то есть со стороны Кутузова, это приблизительно где-то 1015, наверное, наших. Турки атакуют его с трехкратным, почти четырехкратным преимуществом. Однако оборона построена очень грамотно, потери мы несем небольшие, буквально один к десяти, турки откатываются и Кутузов выводит свои войска в наступление якобы преследуя турок. Ну, естественно, никакого преследования быть не можно, потому что сил у нас для этого мало. Увидев большой турецкий лагерь, увидев огромное турецкое войско, наши начинают судорожно отступать, создав иллюзию, что они очень турок испугались. Турки напирают. Все советуют Кутузову запереться в Рущике, обложиться и подготовиться к долго-долгой осаде. Дело в том, что перед Кутузовым не стоит задача удержать Рущук. Перед Кутузовым стоит задача закончить войну как можно быстрее, выгодным для России образом. Причем, что такое выгодный образ? Ну, хотя бы без поражения. У нас нету сил вести войну с Турцией, когда приближается, совершенно очевидно, война с Францией. Кутузов не собирается оборонять Рущук, вопреки всем советам, и командует оставить занятую русскими крепость и переправляться обратно на левый берег Дуная. Это же бессмысленный шаг. Его все отговаривают. Нет, командущие дают команду переправляемся назад. Русские войска переправляются на левый берег Дуная, перед этим все укрепления взорвав в Рущике, то есть оставив там не крепость, а руины. Турки воодушевлены, турки преследуют армию Кутузова и буквально там на хвосте у нее тоже переправляются большим отрядом через Дуной. Выясняется, что на другом берегу Дуная все подготовлено к обороне, то есть уже вырыты заблаговременно траншеи, окопы. Наша армия воссоединяется с той частью, которая оставалась на левом берегу, занимает вот эти вот окопы траншей и ждет. Турки наращивают десант. Наши не препятствуют переправе, не обстреливают ничего. Турки переводят на нашу левую сторону Дуная в общей сложности большую часть своей армии, 30 с лишним тысяч штыков. Наши сидят в траншеях, переправившись, оставив чуть более третьей армии в разрушенном ручьяке, а основную часть, причем вместе с главнокомандующим. На нашем берегу турки решают атаковать. Атаковать не очень получается. Траншеи сделаны хорошо, в землю врыта артиллерия, уже сделан был вал заблаговременно. То есть наши, атакуя, заранее подготовили оборонительные позиции до отхода. Тем временем, пока турки пытаются собрать, что им делать дальше, потому что у них очень большой лагерь, очень большой плацдарм на чужой территории, отделенный от крепости рекой, и думают, наверное, либо о наведении какой-то постоянной понтонной переправы, либо еще Кутусов берет небольшой корпус, но очень эффективный, лучших солдат, семь с половиной тысяч, и в пятнадцати милях ниже по течению Дуная тайно ночью переправляется, и на рассвете они врываются в Рущук неожиданно и громят там всю оставшуюся турецкую армию. В Рущуке оставалось около двадцати тысяч, они все либо погибли на рассвете, либо разбежались. Наши потери, невозможно поверить, но они все посчитаны, сорок человек ранеными, девять убитыми. И этот экспедиционный корпус захватывает всю артиллерию и занимает позиции в Рущуке. Таким образом, турецкая армия, во-первых, моментально уменьшившись с пятидесяти с лишним тысяч до тридцати с небольшим, которые успели занять плацдарм на нашем берегу, оказывается в окружении. С одной стороны вырытые траншеи и артиллерия Кутузова, с другой стороны Рущук, захваченный русскими. Переправиться обратно нет никакой возможности, потому что тут же в Дунаю входит наша флотилия. Так же с артиллерией. Начинается перекрестный артиллерийский обстрел. Стреляет теперь уже русская артиллерия из Рущука, стреляют с бортов наша корабельная флотилия, стреляет наша армия пушками из траншей. Потери огромные. Более того, это все дело происходит осенью, начинает холодать, начинается голод, начинается нехватка боеприпасов. Кутузов и не собирается штурмовать турецкие позиции. Он держит их в заперти и ждет, пока они все сдадутся. Но дело в том, что поскольку в окружении находится визирь, а также даже кое-кто из родственников турецкого султана, сдаться они не могут. Тогда Кутузов делает следующую хитрость. Он позволяет визирю избежать из окружения. Вместе вот как раз с несколькими родственниками. То есть сохранить лицо. Потому что только выйдя из окружения, он может начать мирные переговоры. Далее начинаются мирные переговоры. Детца некуда. И ближе к ноябрю 1811 года турецкая армия, лишившись к этому моменту огромной своей части больными, погибшими от артобстрелов, сдавшимися в плен, эта турецкая армия капитулирует на самых выгодных для Кутузова и для России условиях. При этом формально сохранив честь, Кутузов разрешает после того, как капитуляция подписана, разрешает им покинуть этот окруженный лагерь вместе с оружием, вместе со знаменами и даже снабжает турецкую армию продовольствием и медикаментами. То есть лицо турки соблюли. Почему это сделал Кутузов? Потому что ему не нужно уничтожение турецких солдат. Ему не нужна вот эта арифметика «Как много погибло турок, как мало погибло наших». Ему нужен мир с турками. Ему нужен мир до того момента, пока не началась война с Бонапартом. Мир подписан на невиданных выгодных для России условиях. К нам отходит вся Бессарабия, к нам отходит Сухум, выплачивается существенная контрибуция, но самое главное, что вся южная армия высвобождается и уходит с турецкого фронта, перемещаясь на север, чтобы противостоять Наполеону. Когда Наполеон узнал об этом мире, подписанном Кутузову, как говорят, он просто истощил весь набор французских матерных ругательств, проклиная турок, проклиная вероломство Кутузова, проклиная русских, потому что, конечно, он надеялся, что русские будут воевать с ним и с турками на два фронта. Сразу после заключения мира Кутузов уезжает в свое имение отдохнуть, но отдохнуть ему не удалось долго, потому что там же в имении его через несколько недель застает весть о вторжении Наполеона. Дальше мы говорить не будем, мы знаем план Барклая, непопулярный, скифский план отступать. Мы знаем с вами из учебников, что этот план был блестяще реализован, только не самим Барклаем, а Кутузовым. Вот чего мы с вами не знаем из учебников, это то, что сместить Барклая и назначить спасителем Отечества Кутузова, Александр не хотел этого делать поначалу, но его побудило самое настоящее демократическое более изъявление подданных. Как обстояло дело? Летом в обеих столицах и в Петербурге и в Москве дворянское собрание избирало военачальников народного ополчения. Первым выборы прошли в Москве, и там дворянство выбрало Кутузова. При этом его оппонентом выступал генерал-губернатор Москвы Ростопчин, даже несмотря на административный ресурс, он обыграть Кутузова не смог. Далее, через несколько дней петербургское дворянство, не зная о результатах выборов в Москве, единодушно и с общего согласия избирает Кутузова начальником и петербургского ополчения. Настолько он был популярен. Прекрасно знаем с вами, что происходило в этом момент русской армии. Барклай дико ругается с командующим второй армии Багратионом. Александр Первый мучительно пытается найти какую-то объединяющую компромиссную фигуру, которой бы подчинился и Барклай, и Багратион, и другие авторитетные военачальники. Он рассматривал кандидатуру и французского генерала Моро, но это невозможно, потому что Моро эмигрировал в Соединенные Штаты. Он думает о Веллингтоне. Веллингтон в этот момент находится в Европе. Говорят, он даже делал предложение принцу Швеции Бернадоту, но так либо иначе собирается специальный комитет, Александр не хотел принимать это решение в одиночку, кстати, довольно разумно с его стороны, он собрал специальный комитет для выборов следующего. Этот комитет заседал один-единственный раз. Входило в него шесть человек. Это был воспитатель Александра граф Салтыков, это был Аракчеев, это был граф Кочубей, один из друзей, соратников Александра I, это был князь Лопухин, а также председатель на тот момент комитета министров Российской империи генерал Визметинов и министр полиции Балашов. Вот этот вот комитет должен был выбрать главнокомандующего из разных кандидатов, с учетом того, что упомянутые мной высшие иностранцы по объективным причинам не могли возглавить русскую армию. Рассматривали кандидатуры Бениксона, Доктурова, Багратиона, Тормасова, Палина и Кутузова. В результате решением комитета Кутузов и был рекомендован императору. Он был самым старшим по возрасту, он был самым старшим по сроку службы и по моменту произведения высшие генеральские чины. Ну и наконец Кутузов был абсолютно русским человеком, это был русский барин, а тогдашний патриотический настрой против любого даже самого проверенного иностранца и даже русского с иностранной фамилией мог сыграть очень негативную роль. Вот на следующий день члены комитета, как было сказано, осмелились заявить царю, что Россия желает назначения генерала Кутузова, ибо в Отечественную войну приличнее быть настоящему русскому раньше был генерал, как хлестко называли солдаты, болтай да и только, а вот теперь пришел Кутузов бить французов. Александр, проявив чудеса демократизма, конечно, почувствовал желание, почувствовал настрой русского солдата. Кутузов отнесся к этому назначению, конечно, с тяжелым сердцем, понимал, насколько это смертельное задание, и признался честно, разбить Монопарта я не разобью, но обмануть обманул. Обманул он Бонапарта многократно. Обманул он его на Бородинском поле, когда неожиданно отступил и не дал сражения на второй день, на который рассчитывал Наполеон. Он обманул его, организовав уникальное и сильно повредившее французской армии партизанское движение, мороча при этом Бонапарту голову, когда Бонапарт подавал на очистенные протесты, что, мол, русские воюют не по правилам, месье Кутузов прекратите, продолжал ему морочить голову. Он обманул его, оставив Москву. Это было тяжелейшее решение. Бонапарт оказался в такой же точной мышеловке в Москве, как турецкий визирь у Дуная. Он провел блестящий Тарутинский маневр, в результате которого Бонапарт просто потерял армию Кутузова и в течение недели не знал, где он находится. А когда она оказалась, перекрыв дорогу в южной губернии империи, то он обманул его еще раз, не пустив его в тучные богатые районы, где армия Бонапарта могла бы по полной запасы фуража, продовольствия и более комфортно остановиться на зимние квартиры. Я не буду здесь перечислять начисленные версии, которые сейчас популярны у альтернативных историков, пытающихся на новых придуманных темах добиться противоестественной популярности, на хайпе таком. Давайте будем все-таки придерживаться той историей с вами, которая уже проверена веками, которая истинна и которая прошла через горнило многократных, тысячекратных проверок со всех сторон. Бородинская битва до сих пор самая кровопролитная однодневная битва чуть ли не за всю историю. И одна из самых кровопролитных многодневных, кстати сказать, среди многодневных самая кровопролитная считается битва Сталинградская. Длилась она около 12 часов. Ктузов не собирался изначально давать сражения, стремясь заманивать французов все дальше и дальше вглубь страны. Но общественное мнение было возмущено постоянным отступлением и решено было дать бой. За военную карьеру, длившуюся много десятилетий, Ктузов последовательно получил 14 воинских званий. Вот последним и высшим было звание генерал-фельдмаршала, полученное Ктузовым после Бородино. Ну а, кстати, в целом, за победу в Отечественной войне жалование Ктузова было увеличено до 100 тысяч рублей в год. Это были огромные деньги, это превышало жалование рядового солдата в 10 тысяч раз. Так, для сравнения, солдат за Бородино получал премию 5 рублей на человека. Заграничный покот стал для Ктузова последним. Он скончается в апреле 1813 года в Пруссии, сейчас это территория Польши. Тело и сердце Ктузова будут забальзамированы и погребены в Казахском соборе Санкт-Петербурга. Ктузов был первым из русских военачальников, который получил все степени Ордена Святого Георгия, нашей высшей военной награды. Вообще, у нас в истории Орденами Святого Георгия высших степеней не разбрасывались. И всего в Российской империи за все годы было лишь три полных кавалера. Соответственно, после Ктузова еще Барклай-де-Толли, затем Паскевич и Дибич. Все. Наполеон называл Ктузова в своих воспоминаниях старым северным лисом. А вообще, Халларион был весьма веселым в общении внеформальном и радушным человеком. Он очень любил театр. И за границей он часто писал о новых постановках, о знаменитых актрисах, с которыми он встречался. Повторюсь, что многие современники считали его чрезмерно угодливым и подобострастным. Вот вспоминая ему то, как он кофе готовил Платону Зубову. Ну, это ведь нравилось. Это ведь нравилось не только Зубову, это вообще нравилось при дворе той поры. Таковы были нравы. Это нравилось Екатерине, которая на старости лет принимала лесть поклонения с удовольствием. И, в общем, благодаря таким нехитрым психологическим приемам Ктузов вошел тогда в круг самый узкий круг приближенных к Екатерине лиц. Я напомню, что он провел с ней последний вечер, так же, как потом проведет последний вечер вместе с Павлом Первым. Все, кто знал Ктузова лично, восторгались изысканностью его манер, его умом, образованностью и красноречием. Денис Давыдов называл его умнейшим, тончайшим, любезнейшим и просвещеннейшим из дворян. Федор Клинка писал в воспоминаниях «В кругу своих Ктузов был весел и шутлив. К числу прочих талантов его неоспоримо принадлежало искусство рассказчика. Он рассказывал с пленительным мастерством, особливо оживленным присутствием прекрасного пола». К слову сказать, сейчас Ктузова назвали еще и прекрасным пиарщиком. Однажды в армии пошел слух, что старик Ктузов совсем плохо стал видеть. И Михаил Ирионович решил разыграть такой спектакль. Он заранее отправил казачий дозор к месту, откуда мог бы теоретически появиться враг. И вот, выехав вместе с офицерами, Ктузов вдруг остановился и стал прищуриваясь, рассматривать, выглядывая фигуры на горизонте едва различимых всадников. Все гадали случайно неприятельские лето разъезды, но Ктузов прищурив своим левым глазом, пристально вглядываясь, сказал «Нет, нет, 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 это казаки. Пошлите кого-то справиться». И продолжил спокойно свой путь. Вскоре вернулись посланные адъютанты и подтвердили «Да, действительно, казаки». После этого слуха о том, что фельдмаршал плохо видит, пропали. Ну и, наконец, конечно, все, кому не нравился Ктузов, любили посплетничать, подчеркивая его особую любовь к женскому полу. До последних месяцев жизни он держал при себе молодых женщин, доверял им свой быт и не только быт. Об этом все знали и якобы даже Александр I, который тоже, кстати сказать, был весьма правильной ориентацией, как мы с вами помним. Вот он якобы называл Ктузова старым седым сатиром. В 1712 году в письме государю, начальник штаба армии Ктузова, Бениксон жаловался, что, мол, главнокомандующий возит за собой женщину, переодетую казаком. Впоследствии Щербинин поправил приятеля. Бениксон не знал, был неправ. На самом деле этих женщин было две. И вот, когда это письмо Бениксона огласили на заседание присутствия императора в Петербурге, то присущий совсем старый Фноринг отозвался. Ну, подумаешь, беда, две. Румянцев старые годы бывало четырех с собой возил. Так что, давайте, знаете, не будем осуждать Кутузова, будем, как говорил один известный человек, что делать, что делать, завидовать ему будем. Несмотря на это и несмотря на все вот эти вот сплетни и разговоры, я повторюсь, Кутузов был в семейной жизни однолюбом, женат был один раз браком с Екатериной Бибиковой. Вот, брак был счастливым, они прожили вместе 35 лет. Их переписка свидетельствует о самых искренних и трогательных отношениях. Кутузов скучал по своей семье во время своих длительных заграничных походов, боев. Он особенно скучал по своим любимым дочерям. У него было шестеро детей, мальчик умер во младенчестве, а вот пять дочерей выросли. Мне кто-то рассказывал, что в каких-то восточных философах мусульманского вероисповедания в трудах есть мысль о том, что если мужчина родит и воспитает пятерых дочерей, то ему, соответственно, перед лицом Всевышнего уже только за это прощаются все грехи. Но вот Кутузов действительно воспитал пятерых дочерей. Они, кстати, дружили с Пушкиным, некоторые из них, были очень просвещенными девушками. Все хорошо вышли замуж за генералов, кто-то за сенатора, кто-то же за члена госсовета. И у Кутузова было огромное количество внуков. Считается, что Кутузову посвящена была басня Крылова «Волк на псарне». Мы все учили ее в школе «Волком». Ясное дело выступает Бонапарт, а ловчим Кутузов. И Кутузову эта басня очень нравилась. Однажды на привале Кутузов, как рассказывает, прочел ее вслух у костра, у котелка с кашей, собравшимся солдатам. И при последних словах этой басни, что, мол, ты сер, а я приятель. Сед снял свою знаменитую фуражку, приоткрывая седины. Могучая ура, как пишут современники, прокатилась эхом над полем. Память о Кутузове увековечена у нас в стране, наверное, как ни о ком другом. В центральном зале Казанского собора гробница перед собором бронзовый памятник великолепный. В Москве у Бородинской панорамы еще с 1973 года стоит конная статуя Кутузова, а неподалеку музей, Кутузовская изба, это место того самого судьбоносного совета в Филях, частично сгоревшая, она была восстановлена еще в 19 веке, и как музей содержалось. Есть много памятников, бюстов Кутузова и в других городах. Кстати сказать, в советское время после войны существовал музей Кутузова и в Польше, в том самом доме, где Михаил Лоренович скончался. Сейчас поляки этот музей закрыли. Теперь там музей керамики города Бориславец. Керамика города Бориславец, конечно, важнее, чем победитель Наполеона. Во время Великой Отечественной, в 1942 году, на следующий же день после знаменитого приказа номер 227, известного в войсках как приказ «Ни шагу назад», был издан приказ Сталина об учреждении ордена Кутузова. На ордене Кутузов в профиль. А согласно статуту ордена им награждались командиры Красной Армии за хорошо разработанный и проведенный план операции, в результате чего противнику нанесено тяжелое поражение. То есть, если орден Суворов более наступательный, то орден Кутузова в большей степени считался оборонительным, штабным, и в любом случае награждали не за какую-то спонтанную удачную атаку. Нет. Нужно было продумать и разработать военную операцию. Продумать, разработать, просчитать и осуществить. Ну и завершая наш разговор о Кутузове, одном из самых любимых военных деятелей в нашей истории, я хочу еще раз подчеркнуть, это был живой человек. Ну, как у любого живого человека, у него были свои слабости. Ну, он умел поддерживать и налаживать отношения с нужными людьми, в том числе и с монархами, и с царедворцами. Самое главное другое, свои незаурядные таланты он поставил на службу Родине. Знаете, как известно, он прекрасно говорил на нескольких иностранных языках, и говоря по-французски, по-немецки, по-турецки, он буквально перевоплощался. Он все-таки был артистом, у него менялась мимика, у него менялась осанка, он даже ходил по-другому, когда говорил на иностранном языке. Вообще, французы, по его блестящему французскому, принимали его всегда за француза. Немцы принимали его за немца, а Кутузов любил пошутить, что в разговорах с немцами я немец, в разговорах с французами француз, а на самом деле я самый настоящий русак. Вот таким он и был русским человеком, с русской фамилией Кутузов. Тут бы я хотел, наверное, поставить точку, но пришла мне в голову еще одна мысль. И мыть было не так уж просто в последний год жизни. Все время, пока он противостоял Наполеону, его критиковали. Его критиковали за то, что он оставил Москву. Его проклинали за то, что он как-то вяло преследовать Наполеона, введя основные свои силы параллельным курсом, только атакуя его с флангом. Его ругали за то, что он дал Наполеону уйти, переправиться через Березину, что он не поймал Бонапарта, не взял его в плен. Можно подумать, кому-то удалось поймать бы тогда Бонапарта. Это разрушало его сердце. Ему было тяжело, это был старый человек, почти 70 лет. И вот тем не менее, давайте все-таки судить, говорится, не по процессу, а по результату. Старый, сонный ветеран, по сути инвалид, человек другой эпохи, не Александровской, Екатеринский вельможа, циничный, кому-то, как казалось, устаревший, не какой-то энергичный реформатор. Этот очень спокойный, уравновешенный и мудрый старик, он ведь не просто обманул молодого Бонапарта, как обещал этого военного гения, он просто стер его в пыль, он его дематериализовал, он превратил самую многочисленную и великую армию на тот момент в истории человечества, 680 тысяч штыков, армию ведомую талантливейшим полководцем, с талантливейшей командой генералов и маршалов, он за 4-5 месяцев, за ничтожный срок, просто превратил ее в пыль, оставив у Бонапарта несколько тысяч человек, еле-еле спасшихся. Не в этом ли подлинное величие нашего замечательнейшего соотечественника? Спасибо вам за внимание, до следующей встречи, мы еще не раз поговорим в рамках нашего курса и о государях 19 века, и о великих полководцах 19 века, и о великих государственных мужах, об интересных людях. Спасибо вам за внимание к русской истории, всего вам доброго, до следующих встреч. Редактор субтитров Редактор субтитров